Доброго времени суток, друзья! В Windows 10 с версии 18.09 появилась возможность использовать расширенный буфер обмена, который хранит несколько последних скопированных записей и имеет возможность синхронизации с другими устройствами под управлением Windows или Android. К слову, после целого дня мучений, синхронизировать данный буфер обмена с Android смартфоном у меня так и не вышло. Данная фича еще толком не доработана, а поэтому сегодня мы с вами поговорим о стороннем приложении для расширения буфера обмена Windows ClipDairy. Данное приложение полностью бесплатно. Ссылка на официальную страницу для загрузки находится в описании под этим видео. Поехали! Для установки необходимо перейти на сайт разработчика и скачать программу, после чего установить ее стандартным способом. После установки можете задать сочетание клавиш для тех или иных действий. Для этого переходим в меню «Файл», «Настройки», «Горячие клавиши». В данном окне меняем сочетание клавиш для вызова окна программы, копирование в буфер обмена предыдущего или следующего клипа, если по каким-то причинам стандартное сочетание клавиш вам не подходит. В общих настройках можно задать стандартные параметры, такие как отображение программы в системе Antreya, запуск программы при загрузке системы, минимизация программы при запуске и прочее. На вкладке «Внешний вид» можно настроить цвета, шрифт и размер текста, размер иконок панели инструментов и тип подсветки клипов. Также можно сразу в правилах фильтрации задать проблемные приложения и форматы файлов, которые не будут копироваться в буфер обмена. Большим преимуществом данной программы является поддержка шаблонов. Если необходимо постоянно иметь в быстром доступе стандартные фразы, адреса или файлы, можно сразу добавить их в шаблоны, после чего при необходимости с сочетанием клавиш Ctrl D вызываете окно программы и дважды нажимаете на нужный клип в шаблонах. Удобно, что при периодической вставке разных клипов, ранее скопированных в буфер обмена, вызов окна программы не обязателен. Можно перебирать стрелками на клавиатуре с зажатыми клавишами Shift и Ctrl. Чтобы не копить в папке множество временных файлов, можно задать ограничение объема памяти для данного буфера. Для этого открываем ClipDerry, жмем «Файл», «База данных» и задаем ограничения. Здесь же можно и очистить всю базу данных. При этом ваши настроенные шаблоны не будут затронуты. ClipDerry никак не мешает работе расширенного буфера обмена в Windows 10, так что отключать его вовсе не обязательно. Кроме этого, она прекрасно работает с программой Pushbullet для синхронизации буфера с Android-смартфоном, о которой я рассказывал в другом выпуске. Друзья, если знаете еще интересные программы для расширения функционала Windows 10, оставляйте их название и ссылки на них в комментариях под этим видео. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok